Замечательная публика Переведете меня через улицу? Гражданин, говорите громче, я глухой. Через улицу? Вы что, слепой? Да, то-то я схватил. Какая улица? Мы же в лесу. И я потом обнаружил, что все это продолжалось три часа. Это было долго, но это не было ощущение затянутости или усталости. Это, в общем, было на одном дыхании. Я благодарен публике Лейбовской. Она вполне симпатичная, вполне теплая, доброжелательная. Я, как всякий незнакомый город, всякий раз первый приезд, конечно, это волнующая история. По-моему, мы прошли проверку друг у друга. Господин в аэропорту у ленты выдачи багажа был пьян и интеллигентен. Отчего излагал свои мысли складно и даже литературно, но вслух и очень громко. Он говорил на весь аэропорт, вот стоит мужик, похож на Шандеровича. И заглядывал мне в лицо. Не, говорил, ну одно лицо. Делает же природа. Потом он сказал, поразительно, он сказал, не, ну сколько бабок можно сделать на таком сходстве. И я понял, что у меня все впереди. Но мне интересно писать то, что я еще не писал. Там раз в 10 лет, как говорят у человека, обновляется кровь в 5-6 лет. Должна обновляться, и кровь писательская, надо пытаться делать что-то новое. И в этом смысле тоже я проверяю на публике какие-то вещи совершенно в других жанрах написаны. Мальчик, скажи слово «духовность». Духовность. А ты, Господи, получилась. Какой способный мальчик. С первого раза получилась. Теперь дравственность скажи, дравственность. Нет, только не улыбся. С чувством дравственности. И башкой выкачали. Ну почему больно? Ничего не больно. Просто сокрушает все. Молу-балу. Она падает у нас. Вот, умница. Здесь это патриотизм. Я только в большой награде, не знаю. Громче скажи. Не больно, не стесняться нельзя. Это такое слово. Громче всех с каждым победил. В 2003 году вы получили премию «Журналистика как поступок». И что для вас значит «Журналистский поступок»? Ну, среди моих коллег есть люди, которые работают в условиях вполне экстремальных. И журналистика, чем хуже, тяжелее и ближе к авторитаризму и жизни в стране, тем опаснее профессия журналиста. И среди моих коллег есть люди, подвергавшиеся серьезной опасности, есть люди, рискующие фактически каждый день на своей работе. В России профессия журналиста более опасна, чем профессия летчика-испытателя. Погибло больше журналистов, чем летчиков-испытателей в России в последние десятилетия. Я бы не хотел, чтобы работа журналиста требовала бы подвига и требовала бы самоотверженности. Но мы живем в такой стране и в такое время, когда это довольно рискованная профессия. И я имел честь знать людей, которые отдали свои жизни за свое право говорить правду и расследовать преступления. И участие в защите достоинства человека средствами журналистики – это для меня важная история. Человек должен понимать, что его литературные способности и его таланты какие-то, литературные, живописные, музыкальные, какие угодно, они не избавляют его от обязанностей гражданских. В этом смысле журналистика – это просто передовой рубеж. Как вам цветить перспективы России? Я так люблю эти вопросы. Ключевский говорил, я люблю цитирую эту фразу, что история не учительница, она классная надзирательница, она ничего не учит, она просто наказывает за невыученную роль. Из 22-го века глядя, либо это какие-то последние агонии именно империи, и потом начнется какое-то другое, да, либо мы становимся все-таки восточной Европой, мы вылезем из этой имперской кожи, либо, да, либо мы присутствуем, мы, наши дети, а внуки, в истории трапезы, она присутствует в таком тихом умирании русской цивилизации. Мне кажется, что я русский патриот, потому что мне жалко, да, а мне жалко, что если эта цивилизация умрет, то мне будет очень жалко.